Привет! Сегодня я расскажу вам о том, как правильно распределять свои деньги, если ваши доходы очень ограничены. Если вы хотите вылезти из нужды, то этот ролик специально для вас. Мы обсудим важные аспекты финансового планирования, такие как создание бюджета, контроль расходов и инвестирование. Я поделюсь с вами полезными советами и стратегиями, которые помогут вам достичь финансовой стабильности и уверенности в будущем. Когда дело касается денег, важно помнить об их правильном распределении. Это распределение должно быть систематическим, то есть каждый месяц вы направляете средства по одинаковому руслу. Так как доходы у людей разные, возьмем в пример минимальный доход. Со временем, если вы будете распределять деньги по системе, то ваши доходы начнут чудесным образом расти, и если ваше намерение накопить деньги чисто, сильно и логично, деньги начнут приходить к вам со всех сторон. Там подработали, здесь сэкономили и так далее. Представьте, что у вас есть 100 долларов. Как лучше всего их распределить? 10% я советую направить на пожертвования. Помогать другим. Это не только морально правильно, но и выгодно. Эти средства всегда вернутся к вам в виде благодарности и удачи. Еще 10% погашения долгов и кредитов. Это важный шаг, который помогает постепенно уменьшать финансовую нагрузку. Чем быстрее вы избавитесь от долгов, тем легче вам будет управлять своими финансами. Свобода от долгов – это первый шаг к финансовой независимости. Но несмотря на долги, вы должны начать откладывать деньги на финансовую подушку уже сейчас. Это даст вам уверенность и спокойствие. Постепенно, шаг за шагом, вы сможете достичь своих финансовых целей и обрести настоящую свободу. 70% идут на покрытие ежедневных расходов, коммунальные платежи, еда, транспорт. Эти вещи необходимы для нашей повседневной жизни, и их нужно оплачивать в первую очередь. И, наконец, 10% направьте на финансовую подушку. Поговорим о важности финансовой подушки. Необходимо постепенно отложить в сторону свою 6-месячную зарплату. Это обеспечит вам душевное спокойствие. Финансовая подушка позволяет чувствовать себя уверенно в непредвиденных ситуациях, таких как потери работы или внезапные расходы. Она также дает возможность планировать будущее с большей уверенностью. Наличие финансовой подушки помогает принимать более взвешенные решения и не бояться рисковать, зная, что у вас есть резерв. Пока вы не накопили денежную подушку, вам придется отказаться от многих мелких радостей, таких как выход в кафешку, покупка уличного кофе, поездки на такси и так далее. Так что переходим на строгую экономию. Экономим каждую копейку. Накопление капитала также очень важно. Капитал вам откроет путь в инвестиции, а инвестиции откроют вам путь к настоящей финансовой свободе. Поэтому поставьте себе цель увеличить ваш доход еще на 10% и откладывайте на капитал. А теперь самое главное. Самое главное – это саморазвитие. Инвестируйте в себя, развивайтесь, учитесь, становитесь грамотным и на основе этого роста двигайтесь дальше. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим роликом с друзьями. Увидимся в следующем видео.